Важным фактором в определении правильного положения крыши является выбор угла ее наклона. Сейчас мы рассмотрим односкатную кровлю. Для грубого примера, применяя мягкую кровлю, наклонный угол будет существенно меньше, нежели при перекрытии крыши шифера. Рассмотрим андулин или профнастил. В первом и втором случае показатель наклона может колебаться в пределах 9 до 25 градусов. Кроме того, профнастил можно использовать, если крыша по стройке находится под углом 5 градусов. При наклоне более 10 градусов нахлёст при укладке материала нужно увеличить, а в стыке нанести уплотнительную ленту. Однако в варианте с андулином не рекомендуется превышать показатели в 15 градусов, дабы не усложнять процесс монтажа покрытия. Обязательные условия использования этих видов материалов – это наличие постоянного воздухообмена в подкровленной части крыши. Следующий рассмотрим односкатную крышу из шифера. Для этого материала минимальный показатель угла наклона составляет 20 градусов, а максимальный – 30 градусов. От величины угла наклона зависит и каким будет нахлёст между листами. Чем больше градус наклона, тем сильнее каждый элемент накладывается друг на друга, то есть тем больше нахлёст. В случае с волнистым шифером, если угол наклона находится в пределах 10 градусов, то обрешётка делается сплошной. При показателе выше 15 градусов шаг решётки составляет 45-60 см. Следующий материал – это металлочерепица. При укладке под углом 10 от 10 до 20 градусов обязательно нужно обработать все стыки герметиком. Если же показатель находится в пределах 20-30 градусов, такой необходимости нет. Ну и другие виды покрытия. Например, гибкая черепица используется при наклоне крыши от 11 до 18 градусов. Для навеса из поликарбоната минимальным углом считается угол в 30 градусов, а оптимальный показатель – это 50 градусов. При использовании сэндвич-панелей для настила кровли необходимо придерживаться минимального уклона в 5 градусов. Такой вариант подойдёт, если поверхность сделана сплошным пролётом, без стыков. В противном случае угол наклона должен быть не менее 7 градусов. Керамическая черепица применяется, если угол кровли составляет минимум 22 градуса. Но поскольку материал имеет большой вес, для настила односкатных крыш используется достаточно репко. Ну и в заключении, друзья, посмотрите примеры жизни. Правильно подобранный угол навеса из поликарбоната. Сейчас где-то 1-2 градуса плюс. Снег уплотнился, стал тяжёлый, немного подтаивает. И снежная шапка с крыши съезжает сама. Вот такое вот тихое медленное самоочищение навеса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание. Продолжение следует...